Добрый вечер всем! Последний матч. Матч решающий и результат данного матча определит первого финалиста квалификации Дрим Лиги. Hellraiser, Asus, Polar, Best of 3. Третья игра. Это полуфинал. Ну, собственно, дальше идти некуда. Дальше другие турниры и совсем другой уровень доты. Куда там команды отправятся после Дрим Лиги, мне неизвестно. Но победитель пойдет дальше по Дрим Лиге и гляди, где-то что-то себе отхапнет. Как, во-первых, по деньгам, во-вторых, по популярности, славе, да по всему, в принципе, что ожидает игроков у нас при выходе в финал и победе в этом финале. Hellraiser на данный момент забрали себе Найт Сталкера, Шторм Спирита, Лича и Морфлинга. А Шерри решили показать команде Asus Polar, как с Морфлингом надо играть. Только что Asus Polar сделали с Морфлингом вполне себе верное решение. Поставили Морфа на мидлейн и там Элидан заработал все, что только можно было заработать. А дальше Спектру в лейтгейме просто не почувствовал. Бедняга Спектра, на которой играл у нас Артес, просто горела от Морфлинга. Опять же, под Скади двинуться не могла. Ну и посмотрим, что теперь будет от Hellraiser. Скорее всего, я думаю, Артес заберет у нас Морфинга, фармить Шторм Спирит, отправиться в мидлейн. Найт Сталкер пойдет от Гордса на сложную линию. Ну и Лич там, гляди, кого подсаппортит. Скорее всего, Морфа, я думаю, в принципе, комбинация нормальная и дамажащая. И Хедреска где-то у Лича появится, Морфу лишним это вообще не будет. Со стороны команды Asus Polar появляется Акс и Дазов. Вот это неприятность. Ставишь таких ребят сложную и попробуй вообще к ним подойти. Подойти, какая-то маленькая локальная атомная бомба. Ты подходишь туда и умираешь постепенно от вращающегося Акса. Причем убить его нельзя под Дазлом. Потому что Акс не так сильно проседает, как сильно хилит его Дазл. Но это действительно проблема. Я думаю, сложная линия, скорее всего, будет для Акса и Дазла. Фобос заберет у нас Акса. Ну а там Дазла на КОП весит, скорее всего, Лил. Ну и СФ, скорее всего, отправится на Мидлейн. Лина же отправится у нас на легкую линию фармить. К ней надо еще какая-то помощь. Кого-то надо поставить... Кстати, давным-давно я не видел Венгу. Вот Огрмак. Не Венга, а Огрмак. Решили весом задавить игроки команды Asus Polar. Ну, пик интересный. Да, тут, конечно, уже давным-давно доставший всех СФ. Лина, Акс, Дазл. Вы просто вспомните этот ажиотаж, когда года два назад мог появиться СФ в пике, и у всех просто крышу сносило. Не может быть СФ в пике. Теперь не может быть СФа нет в пике. Вот такие эмоции только вызываются. Где СФ, что случилось с Дотой. Почти в каждой игре появляется этот герой. Либо это бан, либо это пик. В принципе, без разницы. Внимание в любом случае привлекает на себя. Огрмак. Вот этого парня я не видел 300 тысяч лет уже. Ну и Бэтрайдер для Хеллрейсерс. Еще один стандартный пик. В принципе, Ашеры, не считая Найт Сталкера и Лича, взяли часто пикабельных героев. Посмотрим, удивят, не удивят. Шторм Спирит для Гадема. Гадем прошлую игру на Аквапе уже отстоял. Мидлейн жутковато, конечно, было на 20-й минуте смотреть на Гадема. Терпел ужасно просто. Иллидан, Огрмак. Я прошу прощения, это будет свап или что это будет? Иллидан у нас Огрмака забирает. Одну секундочку. Это что, шутка? Как-то поздновато для розыгрышей. Иллидан будет играть нас... Я даже выговорить не могу на Огрмаге. Лина у нас для ФНГ. Ну, скорее всего, мне кажется, что ФНГ у нас поменяется. С Иллиданом героями это было бы, скорее всего, разумно. Хотя, если это будет Керри, Огрмак, все. Асус Полар, One Love Forever. Ну и Год, конечно же, забирает СФ на Мидлейн. Фобос берет себе акса на сложную. Так, Лил, надо слить ФНГ, Иллидан, Иллидан ФНГ. Больше меня в данном матче ничего не волнует. Если у нас будет фармящий Огрмаг, то Дота с ног на голову вообще перевернется. Посмотрим. Обычно, когда какие-то невменяемые мувы творит команда, эта команда выигрывает. За нее приятно болеть. Она интересна сама по себе становится. И если сейчас, опять же, Иллидан будет и дальше фармить на Огрмаге, то, я думаю, это какая-то катка как минимум историческая будет. Как минимум коснется истории последних двух-трех месяцев. Пауза продолжается. У нас все, в принципе, готовы, да? Здесь Артез забирает Морфинга. Гаддем идет на Мидлейн на Шторм Спирити. Горец берет Бэтрайдера на сложную. Дредд будет... Дредд будет сам по себе. Ну и ПСМ наличие будет. Команда Ашер, как я понимаю, готова? Нет, Иллидан у нас готов. Команда Ашер пока что ждет. Чего-то там... Что-то пошло не так. Неужели еще кто-то отвалится? Нет, все, Дредд написал гоу. Давайте гоу. Смотрим за Иллиданом. Где, как, что, да как. Иллидан покупает себе тапок. Иллидан покупает себе Арен Брэнш. Иллидан остается Огар Магом. Ничего не поменялось. Иллидан играет на Огар Маге. Приехали вообще. Лина для ФНГ. Шадоу Финд у нас для Года. Акс играет... На Аксе играет у нас Фобос. Ну и Лил на Дазли еще раз. Посмотрим. Иллидан играет на Огар Маге. Это будет Керри Огар Маг или это Саппорт Огар Маг от Иллидана? Саппорт Иллидан звучит не очень, честно говоря. Керри Огар Маг звучит, да. Есть что обсудить. Посмотрим. Иллидан еще у нас и на Сложно решил остаться. Будет фармить Сложно. Но это вообще какая-то дикость. Ну и я более чем заинтересован в команде Асус Полар. Теперь у Лича есть Нос, ребята. У Лича есть Нос. Это вообще новое. Верните старую Доту. Сделайте как было. Да, у Лича есть Нос. Ничего необычного, просто у Лича Нос. Теперь ты видел все. Шторм Спирит у нас. От Гад Демо. Скорее всего отправится на Мид Лейн. Пока что стоит здесь. Делает вид, что отправится в Сложно. Я в это не верю. Дредд на Найт Сталкере. Тоже немного удивительно. Горец забирает себе Бэтрайдера. Артес на Морфинге. Здесь хотя бы что-то понятно. Баунти Руна на нижнем лайне для Шторм Спирита. От Гад Демо. Ну и Год забирает себе Баунти Руну на СФ. Или Дан играет на Огр Маге. Ничего не случилось. Просто это Керри Огр Маг. Все. А так, в принципе, та же Дота, которую мы знали. Ну что, посмотрим. Тем интереснее. Игра меня уже, в принципе, заинтриговала. Надеюсь, у вас те же отношения с данным матчем. Фобос на нижнем лайне против Даблы из Артеса и Дредда. Дредд будет заниматься саппортингом на Найт Сталкере. Артес, как я понимаю, должен фармить. Здесь фармит Огр Маг. Горец пока что проседает по ХП. ФНГ уже под 5 стаками. ФНГ может и встрять здесь. Лучше бы, в принципе, подальше уйти. Ильдан через Игнайт. Пока что Фаербласт не качал. Все для фарма. Еще бы. Это же фармящий герой. Это же Мейн Керри. Это же... Хо-хо. Жесть. У нас совершенно новая игра начнется. Как себя поведет Керри Огр, я, честно говоря, не знаю. Да, в пабах такое можно было чудить. Одевать Огра, как одевают Алхимика. И вроде как и отличия не найдешь. Но как проведет себя данный герой на профессиональном уровне. Еще и не от кого-то там, а от самого Ильдана, который фармить умеет. И по артефактам постоянно в полнейший пимп вообще. Король вечеринок. Что теперь будет собираться на Огре мы посмотрим. Ну, наверное, Бладстоуны. Наверное, какой-то дополнительный деф. Вот. А может и Аганим. Тут, в принципе, Огрмак, если его расфидить, если дать ему возможность убивать, то... Парней уже не остановить. Говорю парней, но... С уважением к двум головам у данного героя. У СФа на мидлейне 7 на 0. У Гаддема 6 на 2. Пока что Год немножко поувереннее стоит. Но это неудивительно. Год у нас номинальный мидер, а Гаддем вторую игру всего лишь играет на мидлейне. Для него, я представляю, это сущий кошмар вообще. У Ильдана 7 на 4 на нижнем лане. Фобос 9 на 2. Против него Артес 5 на 0. Фобос фармит немного получше. У Гормага вообще здесь оставляют соло. Ушел у нас ФНГ на мидлейн. Будут пытаться поймать Гаддема, как я понимаю, ФНГ. Ну, видят же тебя. Видят тебя. И ПСМ подходит у нас тоже на мидлейн. Теперь Дабла перемещается на мид. Что с одной, что с другой стороны. Дред прилетел, долбует по линии и убежал отсюда. Хаста, чего б не побегать. В это время Фобос продолжает фармить. Ну, так же Ильдана. И Артес. Огр готов бить рукой. Огр готов бежать, дамажить, расколачивать головы своей дубиной. У Огра есть Орпу в Веноме. Это означает, что он будет бежать и бить. Бить и бежать. Больше делать ему, собственно, нечего. По-прежнему у Ильдана 450 по золоту есть на руках. Пока что фармит. Ну и пока на него не выходит. Артес перемещается на топ-лейн и уже вся три пла. Из игроков команды HellRaisers и Дредд, и ПСМ отправились здесь в контрить Огрмага. Это не будет сложно, в принципе-то. Триплой выйти на одного керри, это не проблема. Ну и скорее всего Ильдана здесь доковыряют. Лоу хп Ильдан юзает стики и уходит. Бежит. Недалеко, правда, убегает. Понял ПСМ, что может уйти Огр. Ну и забирает фраг себе. Понятно, что не специально, не стилил. Там реально был шанс для Ильдана отвалиться под тавер. А там потом ищи. Это Огрмага по лесам бегает. Первый фраг для ХРов. Гаддем на мидлейне 17 на 5. Против него год, у него 18 на 1. Огрмаг продолжает стоять на линии. Не испугали у нас Ильдана. Собственно, чего бояться. В принципе, жира достаточно. 758 хп на 4 минуте. По-моему, великолепный показатель. Фобос отправляется в лес. Пока лайн отпушили, Фобос пошел в лес. Дал немножко пофармить здесь Лилу. Получить хоть какую-то экспу и какие-то деньги. На лоу хп у нас Фобос. Фобос сейчас еще от зверушек в лесу отъедет. Это смеху было бы. Забирает Транквилу Фобос и быстрее бежать отсюда. Ну, до даггера еще собирать и собирать, в принципе, денег. На топ-лейне игра немножко устаканилась. На Огро больше не выходили. Но одного фрага, в принципе, было достаточно. Ильдана, чтобы играть немножко по сейвове. Где-то уже боится полезть. Боится подойти поближе. В принципе, опять же, мульти-замедляющая вообще страта от команды Hellraiser. Во-первых, Frostblast от Лича. Во-вторых, Void от Дреда. Дред побежал на мид. На лоу хп здесь год. В принципе, один раз кастик и год может отъехать. У Гадема уже имеется боллайтинг. Правда, маны на него не хватает. Ну что, Дред пошел за годом. Сюда сразу же под сейв пошел от Дазла. Лил здесь. Грейф, если что, есть. И, скорее всего, Дреда здесь развалит. СФ за такую наглость ответил. Парочка ударов. Еще и Койлом под ноги. Дред отправляется в таверну. Счет становится 1-1. Фобос агрит на себя Гадема. И Гэндем под Баттлхангером горит. У Фобоса нет шестого левела. Он должен так добивать у нас Гадема. И Гадем отпивается через боллайтинг. Последние секунды переживает Баттлхангера. Получи. Вот это я понимаю Койла от СФа. Вообще, через все расстояния. На полкарты запустил Койл с лоу граунда. Отваливается у нас мидер команды Hellraiser. А именно Гадем. Вот это Год забожил в данной ситуации. Я так понимаю, ситуация с прошлой игрой повторяется. Год не забирается здесь отдавать инициативу в руки команды Hellraiser. Как в той игре на Аксе творил дикие чудеса, так и в этой. На СФе примерно то же самое будет делать. Огрмаг перемещается на нижнюю линию. Фобоса изгнали в собственный лес. Но необходима линия Огрмагу сам по себе. Крипов он непросто в принципе забрать. Где-то в лесу фармить Огрмагу это вообще не вариант. Поэтому со сложной разве что на лайн нижний можно переставить. На мидлейне готовится выход у нас на Года. Боллайтнин. Гадем привязал у нас Года. Пошла погоня. Дредд. Войд повесил на Года. Еле-еле бежит у нас Год. Год рассыпается. Здесь без Лила конечно не вывести. В прошлом файте ситуация была получше. Дредд на лоу хп. Уходит из данного файта. Но в итоге команда ХР неплохо так золото наковыряла. 450 заработали у нас за Года и почти 800 по экспе тоже забирает себе команда Хелл Рейзерс. Огрмага появляется Транквил Буци. Что в них дамажищего я не очень понимаю. Но решил просто выживать у нас Иллидан. Ждем появления. Скорее всего Бладстоун появится здесь. Появится Аганин. Скорее всего тоже на Огрмаге. Просто дали возможность Иллидану как можно быстрее заработать левел и золото. Так прилетает к нему рецепт на Солу Ринг и Сейдж Маск. В принципе Солу Ринг для Огрмага уже готов. Файр Бласт в 2, Игнайт в 3. Ну и конечно Мультикаст в 1. Ну игра не такая активная как первая и не такая активная как вторая. 8 минут уже прошло. Счет на данный момент 4-4. По фарму первая команда Асус Полар. У них почти 1500 по золоту. По экспириенсу Полары выигрывают где-то 1000 с копейками. У Морфлинга появляется рецепт на Медас. Игра будет очень затянутой. Хэр и не скоро увидят своих альянс. Это точно. У них там встреча в рамках по-моему Айлиги, если я не ошибаюсь. А, Дота Пит у нас. Да, Бест оф 2 Дота Пит у Хэров после этого матча. Ну, игра реально изматывающая. Как первая, так и вторая была для Хэров. И не факт вообще, что против Аликов они выйдут сегодня. Ну посмотрим. У СФа появляется Хэдреска уже. И до Баклера остается еще 300 по голде. Прилетает Хэнд оф Медас у нас для Морфинга. Ну, Артес готовится выйти в сложнейший, вообще в дичайший лейд, как я понимаю. Найт Сталкер пока без артефактов, но это не его дело. Дредд у нас здесь саппортит, как и обычно. Дредд саппортит просто на необычном персонаже. Нос уличать! Ущипните вообще меня. Что это такое, лич с носом? Это как Шторм Спирит в женском халате. А вот он, собственно. Вот Шторм Спирит в женском халате. Да, конечно, это какой-то модный приговор от команды Хэллрейзерс. Ну что, врыв у нас пошел на Гадема. Гадема накажется за его халат. Развалили очень быстро. 3-2. Лич пришел понюхать вообще своим носом, что тут случилось с Гадемом. Убили его, лич убили. 3-2 счет. По итогам файта 440 заработали у нас за одного мидера команды Хэллрейзерс. И по экспириенсу 820 тоже. Горец отправляется в собственный лес. Не стоялось ему... Нет, Горец... Да, Горец отправляется на собственный лес. На лайне больше у нас места ему нету. Отдает лайн Артесу. Недалеко, в принципе, Горец ушел, но тем не менее. Лайновых крипов теперь фармит у нас Артес. Артеса вообще оставляют на фрифарм. Кстати, не волнует команду Асус Полар где там Горец, но он же скоро выформит свой даггер. Тогда поздно будет думать, почему мы не контрили Бэтрайзер. У Года уже готов Баклер и практически есть рецепт на Мекку. Осталось всего ничего, тут 200 голды. У Фобоса есть даггер уже. Пока что Фобос со своим даггером никуда не врывался. Ну, этот фейерплей, как я понимаю, ждут, пока Горец насобирает даггер. Или как вообще это охарактеризовать можно. Ну, Горца сейчас уже будет даггер. Здесь, в принципе, жерноватые крипы, дорогостоящие. Приобретает себе данный артефакт Бэтрайдер. По золоту. Команда Асус Полар выигрывает на 2500. По экспириенсу тоже 2500 для Поларов. Полар провязали. Смог. Еще один выход будет на Годема, как я понимаю. Первый выход от Фобоса и пока что последний закончился смертью Годема. Продолжение. Годем агрит на себя Годема или не агрит? Агрит. Еще как агрит. Лайт страйкера и под ноги. И даже Лагуна Блейд не пришлось линии использовать. Год забирает данный фраг. Ну, у Года 3-1-1. С четырех фрагов три сделал он. В одном принимал участие как ассистент. Год вообще в этой катке всю команду Асус Полар на себе тащит. В этой и в прошлой так тем более. Там, где Год не тащил, там команда Асус Полар слила файт. Мека появляется для СФа уже на данный момент. Ну и в принципе у Асус Полар необходимые базовые артефакты стартовые уже имеются. Есть даггер на Фобосе, есть мека на СФ. Можно врываться и можно уже навязывать какую-то агрессию. У Иллидана тем временем. Две тысячи на руках. Иллидан что ли тоже выходит у нас в даггер. Только потом начнет команда Асус Полар двигаться по направлению к сопернику. Посмотрим. У Годца есть даггер. Тоже не юзает его. Пока что не влетает ни на одного из героев команды Асус Полар. Две сто у Иллидана. Да, скорее всего даггер. Ну а раз берешь такого сумасбродного героя, что на него покупать? Конечно же даггер. А если файл обменник, то конечно же скайп. Две сто пятьдесят на руках у Иллидана. Две двести даже. Ну ждем. В принципе еще один крип и все станет на свои места. У Шторм Спирита. Сейдж Маск уже имеется. И куда Годем выходит? Скорее всего выходит у нас в Обливент Стафф и Оркет оф Маливэлянс. У Лила уже есть урна. У СФа после Мекки появляется Блейд оф Алакритис. Значит мы избегаем СФа с Юлом и Меккой. У Фобоса уже имеется Виталити Бустер. Ну и фармит на вангвар тебе Фобос. Провязали смоук игроки команды Асус Полар. Привязываемся к Лине. Это нам не только полезно, но и приятно. Лина у нас суперняшка. Стоп. Врыв пошел на Годема, как я понимаю. Ждем. Да, врыв на Годема. Загрил Фобос. Годема на себя. Лайтстрайкер и под ноги. И Фобос делает то, что делал Год в прошлом фате. Горец. Как же удачно ворвался Горец. Прям под лагуна Блейд. Вот просто ждал его ФНГ. Вообще не пожалел. Ну и вся команда ХР поняла, что не туда вообще забежала. Дреда ловят Лайтстрайкерой. Тут немного ХП у Дреда. Скорее всего заберут. Или Данс. Руки наваливает. СФ забирает этот фраг. Ну вот это Асус Полар. Наказали команду ХР за неудачный врыв. Ну когда умер Годем. Зачем Горец полез на хайграунд? Непонятно. Ну, хотел как-то статус-кво восстановить. В итоге восстановил тремя смертями для своей команды. 1250 в этом файте. Асус Полар зарабатывает по золоту. И 2 с копейками по экспириенсу. Просто так Фалары не собираются этот матч отдавать, как я понимаю, вообще. Даже в пик Огрмага Керри здесь ни о чем вообще не говорит. Что кто-то там что-то отдает. У нас в чате написали сливают катку. Да если бы я так катку сливал, у меня ММР бы больше 2000 был бы наконец-то в пабах. Сильно музыка в доте что ли? Шторм спирита. Как был Сейдж Маск, так и остался. Робу в Зе Мэджи появляется, кстати, у Годема. Ну и немного совсем до облимент стаффа остается Годем. У Лича есть... Есть ранквилбутцы. И у Гордца до сих пор ранквилбутцов не имеется. Ну то спид есть и есть даггер. Вот сейчас Иллидан об этом прекрасно узнает. Вот Сайенсом здесь Иллидан. Скорее всего разберут. Ну и Лил. Конечно же Лил здесь близко. Дредд юзает ульт. И Иллидана отсюда не хотят отпускать. Дредд под Тауэром. В принципе горит-то по ХП. Лил еще и Дредда может забрать здесь. Дредд на лоу ХП. Так Тауэр не переагрили. Ну и Лил перед смертью забирает Дредда. Наверное оно того стоило. Да, не стоило умирать здесь Иллидану. Это 100%. Но то что Дазл забирает у нас Найт Сталкера на 15 минуте в соло. Это конечно для команды ХР проблема. Даже врыв у ХР получился не очень, к сожалению, конечно, при великом. СФ уже имеет Яшу. Есть у него Мека и Боттл Пауэр Трэдс никуда это не девалось. Появляется Алтимейт Орб для СФа. Готовится выйти в Манта Стайл. И это не лишено смысла. Сайленс от... Во-первых, сайленс от Дредда на Найт Сталкере. Во-вторых, сайленс в дальнейшем от Гаддема на Шторм Спирите. Фобос на мид лейн. Врывается у нас на Артес. Артес бежать отсюда. Ну дай же ты Драгон Слейв. Нет. ФНГ не видел. Хотя что-то да, видел-видел. Но там КД был на обоих скиллах у нас в ФНГ. В итоге команда... Хелл Рейзерс не теряет своего мейн керри. Это очень важно для них. Есть уже Алтимейт Орб у нас у Артеса. Я думаю, не будет лишним Артесу приобрести линку в данном матче. Вот вообще не будет лишним. Во-первых, Лина с Лагуном Блейдом. Во-вторых, Файр Бласт. И в-третьих, Аксы, Даззлы. Да куча всего. Нет, Даззл нет, но Акс... И если какие-то появятся позже Юулы для года... Да, тут линка прям вот вообще мастхэв на морфлинге. Пока что не приобретает Артес. Персик ждем. Команда Асус Полар уходит на топ-лейн. Т2 начинает трещать по швам. А Хээры решили поиграть в игру под названием «Не вижу ничего плохого». Пошли на мид-лейн. Окей, но Т1 на мид-лейне рано или поздно все равно упадет. Почему не дефать свой тауэр на топ-лейне, непонятно. Может быть, подумали, что не по шансам. И действительно, Хээрам здесь главное выживать и хоть как-то фармить. Артесу надо забирать свои артефакты. Дреду тоже надо хоть как-то укрепляться. Какой-нибудь вангвард наковырять вообще не было бы лишним для Дреда. Ну что, пришла команда Асус на подсейв. Как я понимаю, Фобос уже здесь. Фобос никого на себя не агрит. И как же круто кайтят Фобоса. Фобос на лоу-хп. Пошел чайник по году по Фобосу. Фобос на лоу-хп, скорее всего, здесь умрет. Гадем ловит у нас лагуна Блейд. Ну и рассыпается Гадем. Год чудеса просто с этими койлами творит. Поймал в Болл Лайтнинге у нас Шторм Спирита. Или после приземления. Неважно вообще. Просто развалили у нас мидера команды Хелл Рейзерс. Гадем отваливается. Ну и Артес на лоу-хп валить отсюда. 2800 у него. По итогам файта смотрим. 700 по золоту зарабатывает Асус Полар. По экспириенсу 1000 тоже для них капает. Огр Мак с Пойн Бустером, с Блинк Даггером готовится выйти, скорее всего, в Аганим сразу. Или дан. Или нет. Без Бладстоуна там Аганим, наверное, будет бесполезен. Все-таки рассказ там дичайше. За второй Файр Бласт, по-моему, 400, около 400 маны надо тратить. Это, конечно, слишком много для Огра без Бладстоуна. Так что ждем его появления. На 11-й левел есть уже Огр Мага. На 18-й минуте, в принципе, неплохо. Где вы вообще видели такое, чтобы на 18-й минуте у Огр Мага был 11-й левел? Ну, на секундочку, это Керри Огр Маг. По Нетворцу на первом месте у нас год на данный момент. 12 с лишним у него. Ну и со стороны команды HellRaisers только 9000 насобирал себе Ортес. Ортес, в принципе, без смерти идет. Но и в файтах так ярко, как год, у нас не участвует. У года 6-1-2 еще. Там на Дота 2 лаунжи уже, наверное, ставки принимают. Вообще, доживет мое горло до конца сегодняшнего дня. Хэрр Алайонс. Пойдут ли у меня? Да пойдут. Так при смерти можно комментировать такие матчи. В принципе, Хэрр Алайонс будет не менее интересная катка. Понятное дело, что там не решаются такие важные вопросы, как здесь. Но, тем не менее, Алайонс... Алайонс сейчас хорошую форму набрали. Наконец-то возвращаются у нас на мировую Дота-сцену. До этого страшно было смотреть на данный коллектив. Сейчас более-менее они мне симпатичны. Ну, и, конечно же, Хэрр и Хэрр всегда привлекают внимание. Дело вообще не в дрейде. Дело просто в коллективе самом. Ну что, Асус Полар забирают Роху потихоньку. Горец уже готов врываться. Правда, у него нет фаерфлайя, но есть лосо и есть даггер. Горец сейчас ворвется. Ну что, Гатем. Просветил нас сразу же врыв. Гатем не забирает Аэгис. Как хотелось, не получилось. Дред разваливается на лосо. Затягивает у нас на хайграунд Фобоса. И плевать вообще на это Фобос. Фобос просто у нас с форстафа съехал. И дальше пошла команда Асус Полар. Они просто не реагируют на команду Хэр. Действительно, это слонный моська, потому что Асус Полар по фарму-то дико себя хорошо чувствует. По экспириенсу тоже. Все у них великолепно. Они идут на хайграунд. У них есть Аэгис на ССФ. И ССФ перефармил всех и вся. Причем с диким преимуществом. 20-ая минута Асус Полар заходит на хайграунд. Ну и к третьей игре у Хэров вообще расклеилась игра. Если первую не очень классно отыгрывали. Вели себя великолепно, нагло, агрессивно. Все это хорошо смотрелось. Теперь с потерей Афониджи, конечно, видно, что игра совсем не та. Совсем. Разваливают бараки. Не врывается у нас до сих пор Бэтрайдер. Да и куда, в принципе, врываться. Один раз ворвался, чуть не огреб вообще. Еле убежал оттуда. Год. Пять стаков Напалма на нем. Врывается Элидан. Мультикаст по горцу. В принципе, живой горец. Чайник полетел у нас по Лилу. Дальше по Году. На этом чайник закончился. Падает рейнджевой барак. Милишный тоже вряд ли команда Асус Пулара ставит. Ну, а Мека есть. Чего, в принципе, бояться? Мека есть все ульты, кроме ульта Дазла, но уже проюзанного, в принципе. Ульт проюзан, так что номинально есть. Фобот. Агрид на себя здесь. Годема. Годем на лоу ХП. Держит Года. Год, скорее всего, здесь развалится. Год. Юзает у нас Манта Стайл. Ульта пошла от Года. Порезал демэдж Артесу. Ну и все. И на барак. Никого вообще не интересует ничего, только бараки забрали. Тем временем у нас Акса. Игроки команды Хеллоризес потеряли своего Найт Сталкера. С чувством выполненного долга команда Асус Пулар удаляется. Решили погнаться. А Шеры. Отличная погоня. Погоня в стиле вестерн просто. Бедняга-горец. Если бы он знал вообще, что, какой агорец его там ждет, он бы вряд ли бежал за командой Асус Пулар. Просто на развороте смыли вообще. Беднягу. Ну и по золоту. Команда Асус Пулар 500 с копейками в данном файте зарабатывает. Но что наиболее важное в данном файте, это то, что пока шла драка на хайграунде команды Хеллрайзерс, падали бараки. Бараков не восстановить. Игроки команды Хеллрайзерс оклемаются. Где-то что-то там подформят. Где-то там подприкупят что-нибудь. И появятся новые артефакты. И герои восстановятся. Все это понятно. Но бараки у нас не восстанавливаются. Такая особенность игры Дота 2. У Дазла 2000 на руках. Самый богатый Дазл Эва. У Акса. Появляется Баклер и Кримзон Гвард. Нет, еще не приобрел себе Фобос. Осталось накопить на рецепт. Там Курьер вообще богатейший у нас летит. 2 Ultimate Arba уже лежит для года в Курьере. Что там по золоту? 1600 для года по золоту. И можно, значит, собрать себе Скади. Скади уже в Курьере летит у нас с СФ. Как же круто. Не могу сказать в стриме, извините. Вот это как же он. Ну вы поняли. И грошит. Так вот. Год вообще. Живое воплощение данной фразы. И самая уместная фраза, например, касательно игры года. На данном этапе Гордса видят. Агр от Фобоса. И должен был врываться Горец. Врываются на Гордса. Горец отъезжает в таверну. 0-4 идет Бэтрайдер. У него рано появился Даггер. И этот Даггер ему не помогает вообще ни для чего. А вот Фобос со своим Даггером управляется великолепно. Тут важно не Даггера, а то, как ты им управляешься. Так вот. Пока что у Гордса беда вообще полнейшая. И по КДА, и по Крипстату, и по Нетворцу, и по всему, по всему, по всему. Готовится врыв у нас Гадем. Пролетает чуть дальше команда Сусполар. Просто потратил ману в никуда. Гадем нелепейшему сделал. И поплатился за это. Разваливает у нас Гадема. Лина забирает Бэтрайдера. Акс забирает здесь Шторм Спирита. Дальше погоня за ПСМом. ПСМ, скорее всего, отвалится. И что-то, мне кажется, запахло ГГ. Так и есть. ГГВП, пишет команда. Хелл Рейзерс их реально сбило с ног то, что отвалился Афониджи. Это было видно по игре. Это не только потому, что Асус Полар крутые сами по себе. Нет. Это, конечно, да, это факт. Асус Полар очень крутые. Но и Хейер не хуже команда Асус Полар. Может, в принципе, и Палары не собрались на первый матч. Не так давно они Эмпайров наказали. Эмпайр погрызни. И соперник будет, чем Хейеры. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Команда Хелл Рейзерс выиграла первую игру и проиграла две последующие. Это значит, что они вылетают из данного турнира. И дальше у нас по турниру двигается команда Асус Полар, которая будет играть против победителя игры Complexity и Barden United. Поздравляем Асус Полар. Желаем им успеха в финале. Топим только за них. Финал у нас завтра. Обязательно включимся. По-моему, в 19 по Киеву и Москве. А пока, друзья. Посмотрим, что у нас там с матчем Хейер против Alliance. Будет, не будет. Ну, думаю, что будет. 22-30. Он должен начаться. Хейеры там отойдут, водички попьют и успокоятся. А к вам огромнейшая просьба. Ребят, раз нас так много и раз мы занимаемся все тем, что мы так любим, подписывайтесь на наш Twitch. Собственно, не берем абсолютно никаких денег. У нас подписка абсолютно бесплатная. И заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь туда, чтобы мы имели возможность вас оповещать о дальнейших стримах. Ну и напомню еще раз, что это студия игрокам ТВ. У микрофона друг. Услышимся очень скоро. Пока что меньше играйте в доту, больше читайте книг. Через полчаса новый матч, новые баталии. До скорой встречи. Продолжение следует...